С каждым годом все больше молодых и красивых мечтают о зарубежной модельной карьере. Если раньше заветной мечтой всех начинающих моделей было в первую очередь покорение Парижа, то сегодня ситуация изменилась. Не менее успешную карьеру можно сделать и в азиатских странах, в которых модельный бизнес развивается стремительными темпами. С чего начать, к чему готовиться и насколько реально заключить модельный контракт и попасть в авторитетное топовое агентство, мы узнали у букера интернационального агентства «Авиамоделс» Елены Волобоевой, которая на днях совместно с имидж-центром провела кастинг в Запорожье. Расскажи, вот сейчас проходят кастинги по многим городам, как вообще успехи, много ли моделей вы нашли интересных, ну а что ждет в Запорожье? Девочек было достаточно, естественно выбрали только единицы, потому что всегда это большое количество разных лиц, но мы ищем определенных девочек, которые будут работать за границей, а не в Украине, потому что мы работаем только на Америку, Европу и Азию. Какие самые успешные страны, можно сказать, по заработкам и самые успешные страны по продвижению моделей, по карьерному росту? В принципе, по заработку это все равно еще остается Азия и Европа. Да, Америка тоже зарабатывает, там девочки и хорошо, но это единица. Поэтому мы более настроены на работу с Европой и Азией, потому что туда все же еще легче попасть, чем в Америку из-за визового режима. Девочкам лучше начинать с Азии, потому что там больше заботятся. Это такой маленький детский сад, там нянечки есть, это букера, менеджеры, которые работают в агентстве, они все знаходятся с моделями, они обеспечивают им постоянную поддержку, они помогают. В каких-то там сучах, если модель заболела, или неважно себя чувствует, или она просто устала уже работать и хочется домой, это часто случается с молодыми девочками. В Европе же вы едете сюда работать сразу, там не смотрят на ваш возраст, вы должны работать наравне с остальными моделями, которые уже в этом бизнесе больше, чем 5 лет. Мы, как материнское агентство, ищем девочкам контракты за границей, представляем их скаутом, иногда это живые кастинги, иногда они приезжают так же, как и мы, и лично выбираем. Это гораздо легче и быстрее, чтобы девочек отобрали, увидев их лично, вопросов уже тогда не будет, что они как-то отличаются от фотографий, или фотографии в портфолио, или снапов, то есть легче все-таки, чтобы увидели. Мы подписываем контракт с агентством со всех трех сторон, то есть модель, материнское агентство, агентство за границей. Все условия, все задачи модели, все обязанности агентств, наши обязанности прописаны в контракте. В принципе, это когда вопросы есть, всегда можно обсудить их, и даже внести иногда свои поправки. Контракт от одного до четырех месяцев. Один месяц это крайне редко, по договоренности с агентствами, и по девочке все обсуждается. То есть если девочка, видно, что уже наработанная портфолио есть, и она сможет проработать месяц и взять работы, то тогда она вполне может поехать. Самый стандартный контракт это на три месяца. Три месяца все страны берут модели, четыре месяца это Индонезия и Мексика. Почему? Потому что билеты очень дорогие. Не надо думать, что модельный бизнес только для девушек. Парни на азиатском рынке тоже востребованы и не менее успешно работают. Если возрастные ограничения для девочек обычно в пределах 15-25 лет, то для парней оптимальный возраст от 18 до 30 лет и даже старше. Как проходит стандартный день модели? Это кастинги и работа. Если у вас нет еще работы, то вы ходите на кастинг. Это от одного до десяти кастингов за день. То есть это очень такой забитый плотный график. В некоторых странах модели возят на машинах на кастинге вместе с представителем агентства. В некоторых нет. В некоторых модели просто берут карту и сами добираются. В принципе, это тоже неплохой вариант для тех, кто любит познавать что-то новое. То есть ты сам всегда контролируешь свое время, ходишь вокруг, рассматриваешь еще и город. Я больше за такие моменты. Но для более юных представительниц этого бизнеса предпочитаем, когда все-таки есть в агентстве машина и менеджер, который всегда с девочками ездит на этот кастинг. Если говорить, допустим, о молоденьких девочках, часто задают вопрос, можно ли приехать с родителями? Потому что родители не хотят первой поездки отпускать своих детей. Насколько это возможно? И вообще советую ли вы ехать девочкам с родителями? Это возможно. Но я не советую. Смотрите, во-первых, есть такие случаи, когда агентство соглашалось оплатить родителям проезд, то есть одному представителю семьи, или сестра может быть старше, или кто-то из родителей. Но не будем забывать, что эти деньги просто так никто не дарит. То есть вот эту сумму потом отрабатывает модель. То есть да, хорошо, поехали, посмотрели, там все отлично было, работает, все всем довольны. Но потом, как бы, вот этот поезд, милые родители, которые отдохнули там, оплачивает модель, которая работает каждый день, с 8 до 9, трудится там целыми днями. Просто, чтобы родители посмотрели, что там все в порядке. Я предпочитаю, когда девочки уже прошли какую-то минимальную подготовку. То есть это обязательно должна быть походка, точно. Девочки, которые приходят к нам очень часто, даже не могут на кабуках стоять. Это как бы да, бывает такое, хотя вроде бы в наше время уже каждая девочка любит одеть каблуки и красиво пройтись по улице. Но это все-таки не дефиле, поэтому это должен обучать человек, профессионал, или хотя бы имеющий соприкосновение с этим бизнесом, знает основы эту. Поэтому да, мы предпочитаем, чтобы девочки отучились или в каких-то заведениях, или какой-то человек им всегда объяснял, что и как делается. То же самое и относится к фотографии, к позированию. Девочки, это бывает единичный случай, когда они могут хорошо позировать. Это, так сказать, врожденные. Любовь к камере. Но 95% это девочки, которые застывают и не могут ничего делать, не могут попозировать. Поза становится однообразной и интересной. Лучше проходить обучение. Благодаря сотрудничеству имидж-центра и Авиамоделс свою мечту о модельной карьере осуществили более десятка моделей. Будем надеяться, что и в этот раз на запорожском кастинге будут открыты новые звезды, за успехами которых мы будем следить и обязательно расскажем о них в выпуске программы «Профэшн». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова